Привет всем огромный! Демус на кухне, значит будут закусоиды! Но какой же праздничный стол без селедки? Селедка с водкой сочетаются практически идеально, лучшие друзья, но также селедка это очень неплохое самостоятельное блюдо. Иногда просто обычная селедка там с уксусом, с луком надоедает, а вот селедка в пачках, да не улучшенная, я вообще считаю, что это ни о чем. Поэтому сейчас будут вариации. Для, так скажем, альтернативного рецепта закуски с селедки понадобится ну, непосредственно сама селедка. У меня две пачки по 160 грамм, ну там 320 грамм живой рыбы плюс-минус. Перец, сахар, укроп, лавруха, лучубчик, томатная паста, уксус, уксус яблочный, немного самой простой воды, емкость для смешивания и селедку надо будет обязательно промакивать. Ну вот, в моем случае идеально подходят старые документы. Все, начинаем. Готовить я начну с лука и укропа, чтобы по 10 раз не мыть потом руки. Лук. Средняя лучинка, без лука никуда, селедка и лук это классика. Теперь укропчик. По количеству, там уже на глаз смотрите. Можно и побольше, можно и поменьше. Можно, конечно, без укропа, но так неинтересно. Время селедки промакивать обязательно. Промакивать обязательно, повторюсь, два раза. Вообще, селедка с томатом, в томатном соусе, это такие несколько скандинавские мотивы. Но, в любом случае, это пикантно и это необычно. А необычно, это уже интересно. Крайне мере, сможете удивить своих гостей. Даем селедке с двух сторон немножко поваляться на наших бумажульках. Далее нарезаем порционными кусочками. Примерно вот так. Обязательно селедку надо попробовать. Ну, солоновата, конечно. Я делаю достаточно крупные куски. Большому куску и акула рада. Так, первая пачка готова. Сразу можем взять, немножко пересыпать луком и зеленухой. Все равно, конечно, потом будем мешать, но так будет проще. Сразу одну лаврушку. Точно так же поступаем со второй пачкой. Вторая селедка на месте. Я ее резал несколько более мелко. Перчик. Куда без него. Необычность данного блюда именно в самом сочетании. Соленой селедки, с кисло-сладкой томатной пастой, специй, лучка, пикантность уксуса яблочного. Это все будет очень круто играть. Теперь приступаем к небольшой торжественной части под названием колдыбель. Чтобы перец распределился. Теперь делаем маринад. Громовки довольно-таки условны. Так, для ориентира. 4 ложки столовой томатной пасты, которая не хочет выдавливаться. Не хочет, заставим. И 4. 2 столовые ложки уксуса. Я сделаю 2,5, потому что у меня тут томатная паста налипла. Вот так. Я, в принципе, подозреваю, что уксус можно использовать и обычный. Но все-таки праздник же, надо как-то поизвращаться. Далее сахар. Я кину где-то 2 ложки. Вот такие без горок. И разбавим теперь все это самой простой водицей. Водица где-то на глаз вышла там ложек 6. Размешиваем. Долго, чтобы было без комочков. Заливаем селедку. Маринада хватило, полностью покрывает весь объем. И теперь отправляем это все в холодильник на сутки, не меньше. Так что готовьтесь заранее. Все, ждем. Потом, естественно, будем пробовать. Прошли сутки. Самое время подкрепиться. Я буду сперцовочкой. Что-то захотелось. Ну, понеслась. Специально сделал немножко картошечки, потому что селедка без картошки как-то скучновато. Это, на самом деле, очень прикольная альтернатива. Я не буду говорить громких фраз, что эта селедка полностью вытеснит. Другие рецепты с вашего стола нет. Это альтернатива и очень даже удачная. Томат не забивает вкус. Нет ощущения, что ты ешь селедку с кетчупом. Есть прикольное сочетание соленой сельди, сладенького соуса, небольшая пикантинка от уксуса. Такая слегка маринованная деталька. Но все это воедино. Это круто. Мне нравится очень. Тем более, селедка, вот, когда я готовил, я же попробовал, она по мне так была несколько пересолена. Сейчас часть соли ушло. Ну, за рецепт. Нежно. Очень-очень нежно. Легкий привкус помидорчика. Ненавязчивый. Не перебивает. Селедочка играет по-новому. Сам себя не похвалишь. Конечно, никто не похвалит. Но я уже одну такую тарелку стрескал. С наступающим. Вот этот соус, который у нас остается, он так же съедобен. Я просто не стал тащить всю плошку. Хотел сделать красиво. Хлеб туда макается и получается вот так. Как говорил Мутко, ай гарантиет. Очень прикольное, интересное сочетание. По крайней мере, это новое что-то. И как по мне, селедка в томатном соусе. Это прекрасное дополнение к праздничному столу. Как в качестве закуски, так и основного блюда. Ну что, друзья. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тыкайте колокольчик, пишите комментарии и всякое такое. Готовьте и не бойтесь экспериментировать. За вас. И, конечно же, до скорого. Вот здесь основное слово. Нежнейшее.